Медиагруппа «Авангард» представляет В 2014 году появилась новая парадигма, мы пытались нарисовать ее в пирамидке, она же была описана в рекомендациях по центру Госсопки, там картинка была чуть по-другому, это анализ защищенности, управление инцидентами, внешняя обстановка, информационные взаимодействия и так далее. Информационные взаимодействия, по-моему, на каждом форуме обсуждаем, надеюсь, что в этом году эта тема тоже не пройдет. Сейчас, наверное, я хочу посмотреть чуть по-другому, и, наверное, важное, что произошло за последние годы, по крайней мере для меня, кибербезопасность пришла в нашу жизнь, по-честному, в любую. У меня мама, учитель физики и астрономии, и она начала понимать, чем я занимаюсь. Для меня это, на самом деле, некоторая проблема, и, наверное, первая ассоциация по такому приходу кибербезопасности в жизни у меня связана, скорее, со спортом. В России любят хоккей, в России любят футбол, почему-то любят футбол, я не понимаю, если честно. Я футбол не очень люблю, поэтому для меня это непрозрачная история. И, наверное, этот слайд я пропущу, все помнят вот эту историю, да, 2014 год, когда мы принимали самое крупное спортивное соревнование в мире, и начались открываться, ну, все помнят, да, помнят это ощущение, когда не раскрылось. Долго шли разные спекуляции, тогда тема кибербезопасности была еще не настолько широка, поэтому, наверное, журналисты эту тему опустили, но говорили, может быть, это была кибератака, может быть, это была атака на СУТП, наверное, что-то случилось. И вот в нашей жизни уже возникло такое ощущение, что это влияет на нас глобально. Потом было много историй, были блокауты на Украине, кто-то еще более старый будет вспоминать про истории с Такснета, было, не было, никто до сих пор не знает, хотя все считают, что было, потому что это удобно. А потом был вот год 18-й, который для нас вообще был классным, да, кто за хоккей болеет, мы снова выиграли Олимпиаду. У нас появились опять люди тройного хоккейного клуба, которые выигрывали из клуба Стэндли, чемпионата России, Олимпиаду, и там была история кибератаки. Атрибуция длинная, много кто по этому тему писал, это Wired, для понимания, это не какое-то ИБ-шное издание, это даже не что близкое, это прям такое настоящее СМИ, практически Форбс. И они очень долго эту тему обсуждали, кто в итоге виноват, АПТ-10, Лазарус, в общем, непонятно. Но на самом деле в этот момент стало понятно, что на широких экранах про ИБ говорят, мы с этим столкнулись в том числе. И, наверное, для меня примерно в этот момент наша жизнь перешла в состояние киберолимпиады. Все помните, да, быстрее, выше, быстрее, сильнее. Мы и так все время до этого бежали, а теперь ощущение темпа, который необходимо в этом месте соблюдать, становится все более неотвратимо. Не знаю, у кого есть свой сок, поднимите руки. А кто же с женой при этом видится? А кто дома бывает, кто спит там, не знаю, хотя бы по 5 часов в день? Ну, понятная проблема. О, есть двое, но это мои сотрудники, я их на домой отпускаю, поэтому вы можете им не верить на слово. Поэтому, на самом деле, мне бы хотелось поговорить про тематику информационной безопасности именно в развитии такого, знаете, олимпийского рывка. Что нам нужно делать быстрее, куда нам нужно прыгать выше, где нам нужно оказаться сильнее, чем все наши противники. И вот здесь уже будем попробовать говорить про технологии, которые в этом месте нам могут помогать, могут мешать, а могут, не буду спойлерить. Если выйти в тематику быстрее. Знаете, был такой классный старый анекдот по поводу двух спортсменов, которые были в Африке, за ними погнался лев, они от него убегали, 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 один остановился, снимает ботинки, расшнуровывает, одевает кроссовки. Ему друг говорит, ты что делаешь-то вообще? Зачем? Ты от всего не убежишь. Он говорит, погоди, мне главное тебя обогнать. И шутка или серьезно, на самом деле эта тематика нас тоже касается. Потому что действительно хакеры, злоумышленники атакуют в первую очередь самых слабых, тех, кого они ощущают, что могут пойти без проблем, пойти без сложностей, когда они могут добраться до любого куска инфраструктуры или вывезти деньги. Я сам родился в городе Омске, и помимо шуток из Омска не уезжают, омских дорог и так далее, недавно Омск в план в пленку в теме кибербезопасности, Омский банк ограбили, и вот сейчас, наверное, банковские все ребята меня очень хорошо поймут, из него украли целых 30 миллионов рублей. Вспоминаем годы 2014-й Карбонак, 300, 600, 500. Банковское сообщество занимается своей безопасностью, и теперь 30 миллионов для злоумышленников. В общем, уже неплохая история, это повод для того, чтобы кого-то взломать. И, на мой взгляд, это одна из причин, по которой сейчас очень много появляется публичных референсов, релизов, как у нас коммерческих соков, что нам приятно, так и у вендоров, потому что в некотором смысле для безопасников, людей привычных к тому, что лучше молчать, сейчас сказать, что, парни, я вообще занимаюсь кибербезопасностью, я подключился к соку-1, соку-2, соку-3, я купил мощную железяку, которая меня защищает, у меня появилось решение по выявлению таргетированных атак. Это скорее сигнал, что так просто не прорветесь, идите и ищите кого-то послабее. Но речь даже не про это, обгонять друг друга мы, конечно, будем стараться, и есть для этого у нас разные соцсоревнования в каждой отрасли, каждому хочется быть лучше, чем конкурент, лучше, чем соратник, лучше, чем партнер. Но важно в этом месте, в этом случае, обгонять злоумышленников. Часть из вас, возможно, эти слайды уже видела, но, тем не менее, эту тему хочу отдельно подсветить. Что очень пугает, это время до атаки. Здесь статистика по, наверное, большинству самых известных уязвимостей, которые возникали. И какая динамика возникает? С момента публикования пока, эксплойта публичного на известную уязвимость, критическую, до времени атаки проходят уже не месяцы, обычно это дни, максимум неделя. Blue Keep в этом месте слегка выбивается, но, наверное, мое ощущение совокупное, что в этом месте просто мы не доработали. Возможно, где-то в каких-нибудь среднеазиатских странах были уже эксплойты, были атаки направлены на Blue Keep, просто про них еще никто не написал, потому что 4 месяца – это прямо долго не верится, что на той стороне злоумышленники так долго разбирались с тем, как эксплойт строить. И в обратную сторону ко всему этому, насколько мы быстро, как безопасники, в состоянии прореагировать на это. Вышла уязвимость Eternal Blue. В прошлом году мы публиковали наш флеш-репорт. На периметре по-прежнему около 100 тысяч серверов уязвимых Eternal Blue осталось. Статистика совокупная, которую мы по рынку собрали по заказчикам, насколько быстро мы ставим патчи, ну вы видите, да, не касаемся тематики СУТП, наверное, тот, кто здесь есть по этому поводу, вообще переживать будет, но 42 дня – это самая высокая динамика по закрытию уязвимости операционной системы критичной. То есть в среднем заказчику, чтобы защититься от Blue Keep, от Ворона Края, необходимо полтора месяца. Вспоминаем, злоумышленник для этого нужно полторы недели. Страшная ситуация, да? Это, наверное, один из первых поводов, где нужно прям колоссально ускоряться. Ускоряться в этом месте, опять же, можно по-разному. И здесь поговорим немножко про развилку, которая в этом месте у нас есть. Путь номер один – мы начинаем очень уверенно, долго и качественно общаться. Когда мы пытаемся объяснить своим айтишникам, пытаемся объяснить своему бизнесу, почему это страшно, почему изюмность нужно закрывать, почему этот патч не станет блоком для того, чтобы работали приложения, а даже если станет блоком, то два часа простоя на откат. Для нас в этом месте менее большая проблема, чем потенциальная атака злоумышленника, шифровальщика, либо что-то еще. Это вопрос диалога, вопрос выстраивания коммуникации. Знаю несколько заказчиков, которые этот путь проходят очень успешно, и где действительно история патч-менеджмента, по критическим и науязвимостям проходит за 2-3 дня. Злоумышленники в этом месте не пройдут. Но в среднем договариваться, особенно в позициях айти-безопасности, нам всегда есть по поводу чего поругаться, у нас всегда есть поводы, о чем поспорить, и даже мы не касаемся тематики, которая сотрудников, утечек, много точек соприкосновения неприятных. И вот этот вопрос коммуникации, вопрос договаривания с людьми является одним из, наверное, самых сложных, но с другой стороны, практически безденежным подходом. Ставить патчи можно бесплатно. Нажали кнопку в Исусе, зажмурились, открыли глаза через 2 часа, посмотрели вокруг, но вроде бы зияющей воронки после установки патчей не возникло, можно ехать дальше. Есть путь второй, и на самом деле нельзя сказать, что он хуже или лучше. Надеюсь, на меня американский вендор не будет ругаться за использование логотипа так широко на экране, но это достаточно крутая история. Я почти всю свою жизнь занимался тематикой контентной фильтрации в разных разрезах, когда был инженером, и сетевая безопасность в чистом виде для меня была такая побочная отрасль, но года 3 назад я на самом деле всерьез понял, насколько крутая история тематика вообще НТА и ДСов. Если у вас есть возможность все свои корпоративные сети нормально сегментировать, разрезать и поставить везде сенсор, при помощи которого вы можете заблокировать Blue Keep, Internal Blue и так далее, если сегментация это позволяет, наверное, в этом месте можно меньше переживать по поводу того, что акишники долго ставят патчи. Это компенсирующая мера, она очень сильная, она очень эффективная, и здесь развитие технологий, именно анализа, трафика, выявления дает очень серьезную динамику и развилку. В чем здесь будет проблема? Ну, не знаю, у каждого здесь бюджеты, для того, чтобы поставить на каждый сегмент отдельную IDS-ку, надо много денег. Двинемся дальше, выше. Здесь, опять же, вот это не история, по-моему, не этих небоскребов, но очень схожая. Тоже соцсоревнования для людей очень приняты. Очередные высокие в этом месте любят недостраивать, особенно, как это происходит в арабском мире. Конкурент сейчас строит, мы оставим себе запасы тоже на 20, чтобы в этом месте оказаться самыми высокими, все-таки высокими. Конкуренция в этом месте возникает. Когда мы говорим про тематику выше, мы, наверное, говорим про то, что мы со стучи своего подхода, своего знания векторов атаки и злоумышленника должны быть готовы к тому, что он нам завтра принесет. И здесь вернемся к бич, про которую, бичу, которую мы на каждой конференции обсуждаем, это фишинг. Я очень удивился и считаю, что в этом месте это, наверное, наша недоработка в пиарном смысле, что не было рассылки фишинговых письма, связанных с окформом. Впервые появилась платная регистрация. Воспользоваться таким шаблоном, появившимся в январе прошлого года, кто не сталкивался, расскажу. Есть большая банковская конференция, называется iFin. Каждый банкир очень хочет туда попасть. Проблема в том, что она платная. Понятно, есть какие-то партнерские контрамарки, кто-то приходит туда за свои, потому что очень хочет, но в среднем как-то попасть хочется, денег платить не хочется. И вот за день до конференции идет официальная рассылка самого организатора, который пишет, что ребята, завтра конференция, прикладываем программу и так далее. Через два часа, если я не путаю, это был silence, делает рассылку вот этого письма. И кто дочитал до конца, вы понимаете, ответь первым, и у тебя есть шанс на контрамарку. Пробив 146%, в этом месте даже не шутка, потому что, дружище, давай, я уже отправил, давай ты тоже открывай файлик. Сейчас ты получишь тоже свою контрамарку, мы будем на крутой банковский форум. Почему сок-форума такого не было? Хотя, может, было. Кому-нибудь приходили фишинговые письма, связанные с сок-форумом? Ну, наверное, мы еще не стойко популярны, как iFIN. И действительно, в этом месте разговоры по поводу почтового спама, они непрерывные. Кто подписан на финсерт, являясь, не являясь банком, видит массовые рассылки, все уже устали от RELDASH, все устали от RTM, silence, ну, короче, непрерывно. Каждый день кто-то кому-то, что-то фишинговое шлет, в этом месте совершенствуясь. Есть два подхода, опять же, для борьбы с этим. Красивые, умные вендора говорят, давайте поставим нашу классную песочницу. Тут, опять же, проблема. Чем больше мы смотрим на работу песочницы, технология крутая, очень много детектирует. Если на вас атакуют silence, если, наверное, на вас атакуют RTM, и тем более RELDASH, все будет в порядке, вы отобьетесь. Но все хитрее становятся вредоносы, и все больше они вкладываются в то, чтобы ходить в песочницы. Мое совокупное ощущение, что песочница в чистом виде как технология потихоньку двигается по пути антивируса, потому что антивирусное ПО уже по умолчанию злоумышленник обходит, не знаю, за два часа кодинга. С песочницами это пока все сложнее, но тем не менее. Вот там один из ярких примеров модульное ПО, и запускается асинхронно, и средняя песочница в этом месте просто не видит, что что-то произошло. Примеры из нашей жизни. Влетающий вредонос, который висит на машине, делает скриншоты экрана и ждет активности. Пока не появляется первая пользовательская сессия, первого похожего на пользовательское поведение, он ничего не делает. В песочнице такой эмуляции кролы не происходит, поэтому он ждет до упора и никуда не двигается, его задотектировать в этом месте невозможно. Если пролетело, значит пролетело. В итоге в Москве все по-другому, но похоже, вот такие домики начинают потихоньку разваливаться. Все становится гораздо печальнее, и песочница сама по себе не панацея. Альтернатива какая? Пытаться защищаться при помощи людей. Тематика повышения осудобленности часто поднимается, для этого есть разные платформы, разные подходы. Мы этой темой тоже много занимаемся, мы вообще любим работать с людьми в принципе. И есть понятный кейс, который в этом месте возникает, всем не очень хочется этим заниматься, их нужно серьезно по всему этому заставлять, но в среднем, если классный интерактивный курс построен, если есть проверки на фишинговые письма, то эффект неплохой. Статистика, которую мы выдавали опять же в 2018 году, в 2019 не сильно меняется, поэтому цифры решил не пересчитывать. В два раза эффективнее становится в этом месте открытие пользователем письма, которое было ему отправлено. Если до этого каждый седьмой из ваших сотрудников открывал письмо и здравствуй, ледоносная ПО в нашей инфраструктуре, здравствуй, шифровальщик, теперь каждый 12-й, и это в общем уже неплохо. Но, наверное, вы как безопасники скажете мне, какая разница? Если у меня письмо отправлено на 15-20 сотрудников, кто-то все равно откроет, нашу сеть все равно взломают. Это все равно не защита, это решето. Сколько пользователей не учи, они апеллируют к задорному тупые, они нас не понимают, это не значит информационная безопасность, бессмысленно тратить на это время. И в то же время вынужден полемизировать, потому что, конечно, да, обучить пользователей, обучать секретареи, обучать бухгалтеров, это прям сложная задача. Когда-то давно, когда я еще не был безопасником, у меня дома был общий ноутбук с моей женой. Когда я стал безопасником, я понял, что в этом месте есть некоторая проблема. у меня ноутбук сразу стал рабочим, на домашнем я перестал заниматься чем-то, кроме того, что местами запрещает Роскомнадзор, не буду скрывать, когда я качал торренты. И я, поскольку много общался тогда еще, тогда у меня еще не было своего сока, который я строил, я много общался дома, и я пытался, кажется, объяснить, что вот фишинговые письма, вредоносное ПО, вот эта ссылочка, медиагет на экране, нажимать ее не надо, всплывающее окошко, оно тоже мешает. Раз в два месяца чистый лист, все стерлось. Приходишь, включаешь запускаемые программы, сервисы, ну и в общем перезаливать только можно, но слава богу, там кроме торрентов ничего нету, поэтому в общем и не жалко. Но для нас, для безопасников важно не это, не важно, что обучить каждого пользователя, а важно, чтобы фокус-группа была достаточно большая. И в этом месте, стоит говорить, не о решите, а о паучьей сети. Нам важно, чтобы хотя бы один из наших сотрудников, который получил фишинговое письмо, первое, понял, что это фишинговое письмо, а второе, не постеснялся, вспоминая работу по недавней утечке на флешку, которую он в этом месте допустил, и как с ним безопасники общались, пришел и сказал, ко мне пришло странное, ребята, помогите, разберитесь. Дальше, на мой взгляд, любой из нас, вне зависимости, есть у него свой сок, есть у него свой СМ или что-то другое, проблема жить дальше в состоянии. Письмо пришло с конкретного адреса. Адрес на антиспаме заблокировали, проверили, кому письмо приходило, прошлись по пользователям, машинки, ну, не жалко, перезалили. И выстраивание обратной связи в этом месте работа с человеком, зачастую, может оказаться гораздо эффективнее, чем использование технологии. Опять же, в этом месте это много времени, это много ресурсов, это много затрат, но потенциальная не панацея, но альтернативный подход. Ну что, продолжаем. Сильнее. Эту картинку я искал очень долго. Это одна из любимых шуток по поводу, что будет, если словно кита полезть, то кого заборет. Опять же, мы очень любим бороться между собой. Вот на банковских форумах все меряются, кто важнее, у кого там финансовые показатели круче, или кто просто более хайповый. В этом месте очень интересно смотреть на какие-нибудь трансляции или репортажи с ПМФ, с банковских сообществ, потому что там первые лица иногда настолько агрессивно сходятся в борьбе за agile, за блокчейн, за машинное обучение, вот это все тема, они такие на слуху и прямо круто. У нас то же самое, да, вот коммерческие соки, наверное, в среднем по больнице другом ругаются регулярно. Общаюсь с заказчиками в отраслях тоже, там, один заказчик говорит, да, блин, у моих соседей вообще ничего нету, был в гостях, пока еще не готовы. ТЭК, банковское сообщество, в среднем все хотят понять, что у соседа и кто в этом месте сильнее. Но опять же, наша история не про это, да, мы не между собой соревнуемся, надеюсь, по крайней мере, и даже мы, коммерческие соки, пытаемся скорее в этом месте поискать компромиссы, поискать темы для информационного взаимодействия, для обмена информацией, ну и для такого полноценного сотрудничества, которое никому не мешает, ну потому что вас, заказчиков, много, а нас соков мало. По-честному, нам очень хочется, чтобы вас становилось больше, ну и нас становилось больше, потому что мы хотим делать все хорошо и качественно, чтобы для вас это было тоже интересно. Второй ключевой вопрос, что более всего мы все-таки не с собой, и здесь, наверное, надо сделать референс в соседний зал, потому что ключевой вопрос, от кого вы сами защищаетесь. Если смотреть на федеральный закон, то, в общем-то, наш противник выглядит примерно вот так. Это не школьник, который в этом месте пытается какие-то аккуратные скрипты написать. Хотя сейчас с текущим развитием технологий и даже не с технологиями, я с большим падежом кибероружия в лице World 7.8, в котором оказались в публичном доступе, можно по-разному относиться к коллегам из Wikileaks. Я в этом месте скажу скорее негативно, потому что, конечно, это большая история для ресерча, большая история для того, чтобы защищаться от того, чего мы еще не знали, но когда действительно фактически готовые эксплойты оказываются в паблике и школьник после двухдневной подготовки понимает, как в этом месте взломать контроллеры с УТП, ну не дело, так это не должно происходить. Во всех случаях должно быть некоторое образование, должен быть некоторый подход к снаряду сложный. Тем не менее, для тех, кто КИИ, ваш злоумышленник выйдет ровно вот так. Возможно, он снимает балаклаву, когда находится в открытом помещении, но тем не менее, это люди, которые нацелены на работу в сложной атаке, на выявление действительно на сложные инциденты. Здесь не будет сработав песочницы, здесь не будет истории, когда что-то автоматически загорелось на вашем IDS, потому что используется старая сигнатура. аккуратная, очень тонкая, точечная работа, компрометация учетной записи снаружи, попытка максимально замаскироваться под вашей естественной средой. Подумали, что происходит, увидели, у нас есть логин одного из администраторов. Посмотрели на самой машинке этого администратора, что находится по краям. Ага, куда он ходил? Заходят в RDPCash, смотрят, какие там были сессии. Была сессия на такой-то сервис, значит, он туда ходил. Заходят, осматриваются там, ждут. Не задетектировали, через пару дней после этого продолжают работу. И так далее. Это история, которая в этом месте автоматизированная технология никакого эффекта не даст. Страшно? Ну, наверное, в общем страшно, но надо с ним как-то бороться. Какие в этом месте опять же возникают вектора или подходы? У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Есть вот такая история, она мне по-своему очень нравится. Мы в паре заказчиков могли это сделать. Когда на самом деле инфраструктура заказчивается целиком под контрольным мониторингу. Когда мы видим каждое событие, каждый информационный поток на инфраструктуре, когда у нас на каждой машине есть агент, мы собираем там логи, когда мы видим взаимодействие межсегментное и так далее, и это действительно очень крутая тема. Кто-то, возможно, читал нашу вчерашнюю статью на Хабре, я говорил, что такое скорее не работает, но иногда работает. И когда работает, это правда классная история, когда у аналитика сок есть возможность копаться как угодно, глубоко, смотреть на дампы трафика, делать ретроспективный анализ по любым событиям, он в состоянии отличать любую атаку одну атаку от другой. В этом месте, когда мы говорим про фишинговую рассылку, можно видеть, когда письмо не просто упало на почтовую ящь, когда оно было открыто пользователям. Можно видеть запуск Оли-объекта из Microsoft Office и понимать, что это, в общем, странная активность. Встраивание в процессы и так далее, но, в общем, для СОКа это скорее идеальная история, которая прям очень крутая. И в этот момент действительно можно детектировать практически любые атаки, и вот этот злоумышленник скорее понимает, что ему будет сложно нами взаимодействовать, сложно с нами бороться. В чем ключевая проблема в этом месте возникает? Да понятно в чем. Мы живем, почти все, наверное, здесь живут в Москве. Что в Москве идет бесконечный ремонт дороги. Вот в случае, если вы пытаетесь войти в концепцию FullView и полного обзора инфраструктуры, вы будете жить в состоянии бесконечного ремонта. Источники будут отваливаться, будут появляться новые системы. IT будет против ставить ваши агенты, Едиаровские, Сесмоновские, какие угодно, и каждый день для вас с ключевым усилием будет даже не выявить инцидент, не прореагировать на него, а еще раз объяснить бизнесу, IT, зачем вообще все это надо. Зачем нужно каждое событие собирать, зачем нужно каждый из него детектировать, когда нас уже полгода не атаковали, когда нас уже год не атаковали, когда вообще и по отрасли инцидентов особо не видно. Ну да, там вон на крае уже понемножку забывается, про блок-аут на Украине уже практически все забыли. Вот это объяснение, эта динамика, это колоссальный объем в первую очередь человеческого усилия, и это очень много людей, которые должны этим вопросом заниматься. Есть подход второй, про него, я не всю пленарку слушал, наверное, там в пленарке снова говорили, когда в этом месте возникает супертехнология, которая за нас делает все. Какие там двухбуквенные, трехбуквенные амбература к нее возникают, там отдельный вопрос, но когда суперкомпьютер сам за нас понимает, что делают наши пользователи, собирает цепочки автоматически, сам ичит перспективу, ну в общем, наверное, все понимают, про что речь. Да, опять же, в это содержание совершенно не верится, потому что из опыта даже не ибэшного, а совокупного этого зверя надо кормить. Ему нужно каждый день рассказывать о том, что происходит, как наша инфраструктура выглядит, какие активы в ней устроены. И сравнивая в этом месте машину с человеком, ну не знаю, наш аналитик, он смотрит на возникший новый пост в инфраструктуре. Ага, там есть база данных, там есть такие-то открытые порты, на нее зашел администрат, который занимается зибелем. А судя по сетевому сегменту, она в общем-то похожа на продлайк, а не на прот, ну потому что соседний IP-адвес для этого задействовался, да и вроде бы на периметр пока не публиковали. Но это гипотеза, потому что через 30 минут все поменяется и окажется на периметре. Или это может оказаться тестовый сервер или вообще новая инфраструктура. И что в этом месте делает любой безопасник, любой заказчик, он поднимет трубку и скажет, Вася, что за фигня появилась проблема робота, что он не умеет звонить. Точнее умеет, но пока в этом месте взъянут общаться с нашими айтишниками, с нашими бизнесами, с нашими стивками, скорее не научен. Хотя говорят, что Siri уже начинает ругаться с Алисой и наверное это выйдет из диалогов, когда они пытаются другим флиртовать уже в какие-то конструктивные дискуссии. Но все-таки пока не завтра. SkyNet пока еще не готов. И действительно всех заказчиков, которыми мы общались, которые пытаются в этом месте все заниматься такой технологической автоматизацией, MLM, Artificial Intelligence не в узкой задаче, когда это касается выявления вредоносного ПО, когда это касается задачи обучения защиты веб-сервиса. Это всегда колоссальный объем работы. Без этого это невероятное количество фолсов и с ним просто невозможно бороться. Но с другой стороны бывают ситуации, когда мы все это себе можем позволить, но в моей жизни это последний раз, когда у нас есть возможность непрерывно обучать самих себя. Когда мы знаем все о том, как действуют злоумышленники, мы собираем информацию по угрозам от Госсопки, от Финсерта, из коммерческих подписок, и мы на каждую новую уязвимость, вместо того, чтобы вставить патчи или закрывать какие-то доступы, мы пишем сигнатуру для выявления. Это опять же очень сложно, это очень технологически дорого, и понятно, что такое позволить себе тоже тяжело. Хотя, знаете, бывают случаи, кто-то наверняка в своей жизни встречал ситуацию, что людей бывает много, но я, по-моему, этого в безопасности не встречал ни разу. Общался с одним большим соком, касающимся, ну, в общем, не коммерческим, а внутренним, у них в команде примерно 600 человек на обеспечении безопасности и собственной инфраструктуры, им людей все равно не хватает, у них все равно идет подбор. И, наверное, если в этом месте мы не играем в игру Дум, и у нас нет возможности включить режим Бога, когда у нас есть бесконечная бюджетная информационная безопасность, когда у нас есть бесконечная возможность хантить людей с рынка, предлагая им тройные и четверные зарплаты. Когда мы можем действительно договориться сойти подключить любой источник, такую компанию рынка я, наверное, знаю только одну, и очень хочется снова поиграть в Дум, мне по-честному особенно, потому хотя я мало сплю, наверное, как-нибудь ночью я поставлю себе на домашний ноутбук что-нибудь со Стима и вспомню это старое ощущение режима Бога, но в нашей жизни скорее всего, сегодня его не возникает. Десконечных бюджетов не бывает, возможно, инфраструктура не возникает, и людей, к сожалению, все меньше и меньше, про это будет целая отдельная секция чуть попозже. Поэтому многие идут другим путем. Люди дорого, технологии тоже дорого, вендоры хотят в этом месте много денег, сервисная модель, возможно, в этом месте является ответом, но у нас же техническая секция, да, и они пиар-сервисов, сервисных моделей и так далее. Поэтому многие ищут для себя подходы дешевле. И, как правило, вот есть у нас большой чатик сок технологий, все чаще разговоры заходят про тематику, так черт у вообще больших фендеров, давайте позанимаемся опенсорсом. И здесь возникает вот такая история. Опенсорс история, конечно, очень классная. Но, наверное, две ключевые вещи хотел отметить. Вот много сейчас идет обсуждений тематики сисмона, как возможной замены EDR, как классная технология детекта. Сисмон очень крутой, даже сходиться этим не буду, он многое видит, многое детектирует, но, тем не менее, наверное, если хотите делать full view, то его, безусловно, не хватит. Если хотите смотреть, какие файлы в этом месте изменяются, доступ к файлам, запуск, доступ к папкам и так далее, всего этого там не будет. Но ключевая история, что что с сисмоном, что с попыткой работать с эластик технологиями или прочим, вам все равно придется очень много сил тратить для того, чтобы это работало. Возможно, это не аналитики СОКО, которые в этом месте знают Арксайд, Макс Патрал, СИЭМ и других рендеров, другие много страшных слов, которые стоят много на рынке. Это разработчик, это R&D, возможно, это более дешевый ресурс, но должно быть очень много. И поддержание дальше становится в этом месте целиком вашей проблемой. Битвы за производительность, битвы за установку новых агентов, битвы за написание коннекторов, это ваша жизнь, в которой вам придется работать, работать, копать, 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 ежедневно. Для компаний маленьких это может быть ответом, но когда мы говорим про, возвращаемся к модели угроз, про злоумышленник, о котором мы обсуждали, скорее это выбор такой очень сложный и не самый однозначный. К чему я пытаюсь все это подвести? Что, к сожалению, история вокруг security operation центров всегда очень дорогая. Она может быть дорогой с точки зрения технологий, когда вы действительно верите в то, что вендора могут дать вам крутые технологии, которые вы в состоянии себе купить, они вам их настроят, будет какая-то поддержка, и они в этом месте за вас сделают больше кусок работы по выявлению атаки, по выявлению злоумышленника и закроют часть ваших проблем. Уверен, что больше всех секций, которые будут посвящены побыть после этого, будут в первую очередь про эти направления. У вас есть второй подход. Когда вы меньше вкладываетесь в технологии, намного вкладываетесь в людей, в их экспертизу, во взаимодействии между ними тратите в этом месте безумный менеджерский ресурс, для того, чтобы вот эта ваша конструкция более дешевая, более шаткая, точнее, выявление начинало видеть больше, чтобы она заглядывала за горизонт событий, чтобы она погружалась в туман войны, и чтобы СЕМ становился еще и уебой, и чтобы в этом месте IDS на самом деле становился МТА, или чтобы на опенсорсных источниках вы построили, вы написали свой EDR. это не то, чтобы невозможно, это большая, тяжеловесная, сложная работа внутри, которая потребует вам вкладываться в людей, внутрь взаимодействия, коммуникацию, развертывание, взаимодействие с пользователями. И на выходе для меня это, наверное, рисует некоторый новый квадрат Гартнера растушкнение соков. Когда вы смотрите на любую технологию, у вас выбор рисуется в одной из двух опрослей. Либо вы в состоянии готовы какую-то технологию для себя купить, и вы видите, чем дальше, тем технология становится дороже, тем сложнее ее приобрести. Или вы готовы выложиться в то, чтобы вы своими руками как можно больше с этой технологией работали, чтобы у вас была большая команда или очень умная команда в состоянии тюнить, настраивать, развиваться и двигаться ежедневно на обеспечение собственной безопасности. Как вы видите, в отличие от Гартнера, термина нишевых игроков на мой взгляд в этом месте не существует. Невозможно сэкономить на том, ни в другом. Не бывает одновременно дешево, быстро и качественно. В случае соков всегда приходится выбирать. Ну и, собственно, каждый из вас может для себя сделать свой выбор. Эту картинку я показываю, по-моему, в последний 30 форум я решил показывать ее снова. Стоя на любом распуте, самое главное не остаться, потому что там лежит парень, который так и не сделал свой выбор и так и остался возле этого камня, решая, что для него важнее работа, жена или конь. И так никуда и не поехал. Главное двигаться вперед, и я надеюсь, что дальнейшие доклады позволят вам определиться с вашим дальнейшим маршрутом. Спасибо.